Экспорт казахстанских грузов КНР вырос до 5,7 миллиона тонн, передает 24 Киезет. Почти 13 миллионов тонн грузов перевезли по железной дороге между Казахстаном и Китаем. Данные товарооборота за 5 месяцев этого года предоставили национальной компании Казахстан-Темржуле. Талхат Алдебергенов назначен зампредом КТЖ, сообщает Ельдала Киезет. Он имеет 26-летний опыт руководящей работы. Трудовую деятельность начал товарным кассиром на станции Казахстан-Уральского отделения Западно-Казахстанской железной дороги. Электричка Павадар-Асна будет останавливаться в Боровом, пишет Байге Ньюз. Поезд будет курсировать два раза в неделю, по пятницам и воскресеньям до конца лета. Новые маршруты через Казахстан для Китая, об этом пишет ДК Ньюз. С 25 по 27 июня делегация группы компаний АОНК КТЖ приняла участие в международной транспортно-логистической выставке Transport Logistics China 2024 в городе Шанхай. Пилотный поезд начал курсировать по маршруту Корея-Китай-Казахстан-Узбекистан, передает без медиа. В КТЖ отметили, что этот шаг расширит возможности Казахстана по увеличению транзитного потенциала, превратив его в ключевой транспортный узел международных поставок. Дети из пострадавших от паводков регионов путешествуют по стране на поезде. С таким заголовком вышел материал на сайте Агентства профессиональных новостей. Познавательный туристический маршрут пройдет через Астану, Бурабай, Алматы, Тарас, Туркестан, Караганду, Байконур. Движение поездов по второму пути откроется на участке Досток Мойнте в 2024 году, сообщает Капитал Киезет. Это позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз. Продолжение следует...